В конце прошлой недели одесские полицейские попросили помощи у неравнодушных граждан. Нужно установить личность мальчика, найденного сильно избитым. Ребенок не мог назвать ни имени, ни откуда он, ни сколько ему лет. По истечении нескольких дней после того, как мальчиком занялись одесские врачи, ситуация стала проясняться. Но помощь все равно требуется. Напомним, 31 мая утром мальчик был обнаружен под рулем полиции в частном секторе Суворовского района. В последствии он назвал себя Вовой. Полиция отправила его в областную детскую клиническую больницу. В медучреждении он пребывает уже больше недели. Когда мальчика обнаружили, он был в очень тяжелом состоянии. Достаточно длительное время он терпел по отношению к себе жестокое отношение. Это и резаные раны, рубцы, ссадины, которые уже заживали, и достаточно свежие. Но тот такой шокирующий факт, который принять нормальное сознание не может, это скальпированные раны лобной части головы. Кроме того, у ребенка было истощение. По словам Ирины Дамаскиной, характер ран и вообще общее состояние ребенка свидетельствовали о том, что люди, у которых он находился, о нем просто не заботились. Если не сказать хуже. Все ответственные структуры начали искать или родителей, или опекунов малыша. Была разослана информация в другие регионы. Исследована база данных неблагополучных семей в Одессе. Обращения по пропавшим детям. Пока результаты слабые. Данный ребенок на учете в службе по делам детей города Одессы не состоит. Ни в службу по делам детей, ни в полицию, правоохранительные органы не обращались. Родственники, свидетели случившегося с достоверной информацией. Предоставили ему книгу с домашними животными, раскраски, картинки. И два раза он реагировал на именно тех животных, это поросята, козлята, которые были свойственны для сельской местности. Мальчик идет на поправку, хотя находится в реанимации. Запланирована экспертиза по характеру повреждений, пластическая операция, пересадка кожи на лобную часть. Врачи говорят, у ребенка все есть, но опять же, нужна хоть какая-то информация о нем или его родителях, свидетелей произошедшего. Три-три с половиной года такой возраст. Ребенок понимает украинский язык и говорит, более склонен общаться, достаточно немногословен. И реагирует на слово «мама», по вопросу, кто его избивал, наносил, раны эти определенные. Он говорил, что мама, ну подтверждал, что мама за плохое поведение. Напоминаем, обращаться можно в Суворовский отдел полиции по адресу город Одесса, улица Академика Заболотного, 18А, по телефону 048-779-4288, 093-250-3630, 700-07-35-102 или в ближайшее отделение полиции.